Вам нужен стильный интернет-магазин, как, например, у таких брендов, как Диор, Валентина, для продажи вашей продукции с автоматическим приемом платежей и расчетом доставки, тогда это видео для вас. В этом видео я покажу вам последнюю свою работу, которую я делала для компании Дома Бренд, которая продает интерьерную парфюмерию. И этот сайт сделан в минималистическом стиле, в таком, который выбирают такие бренды, как Кристиан Диор, Валентина и другие прекрасные дорогие бренды одежды, и не только для представления своей продукции и продажи в интернете. Почему именно такой стиль выбирают бренды высокой моды? Дело в том, что самое главное на таком сайте это картинки, очень красивые, качественные изображения товаров. Именно они главными являются участниками сайта, и ничего не должно отвлекать на сайте вашего покупателя, только-только товары. И максимально все должно быть упрощено на сайте, ничего не должно резать глаз, ничего не должно выбиваться, все должно быть в одном стиле. И все должно помогать вашему покупателю сделать выбор и купить продукцию. Максимально упрощен процесс оформления заказа. И, конечно же, ничего лишнего на страницах товаров, только то, что нужно, все остальное нужно скрывать. Именно такой сайт был создан для такой замечательной компании, как Дома Бренд Офишел. И посмотрите, как здорово и классно смотрится данный сайт. И вообще не важно на самом деле, какой у вас бренд. Если вы создаете именно такой сайт, именно такой минималистический, то, поверьте, самое главное на этом сайте будут ваши товары. Человек не будет разглядывать дизайн какие-то, может быть, детали на этом сайте, а вся концентрация будет именно на товарах. И это правильно. Именно поэтому большие и классные бренды высокой моды выбирают именно такой стиль, минимализм. Давайте посмотрим на этот сайт. Я расскажу, какие у него есть особенности. Этот сайт сделан на WordPress, WooCommerce, Elementor для верстки страниц. И какие были сделаны изменения для того, чтобы покупателю было максимально удобно на этом сайте. Итак, первое, что мы сразу видим, это в шапке. Здесь добавлена строка о том, что есть бесплатная доставка при заказе свыше 5000 рублей. Это не просто информация о том, что есть такая опция, но также данная информация повторяется в корзине, но уже в другом виде. Когда человек-покупатель добавил товар в корзину, в корзине его оповещают о том, что есть еще сумма, которую нужно добавить, чтобы получить эту бесплатную доставку. Сейчас я уменьшаю количество товаров. Смотрите, здесь плашка у нас о том, что осталось 920 рублей для бесплатной доставки. Это здорово мотивирует людей перейти снова в каталог и добавить еще товар в корзину, либо добавить товар здесь же в корзине, допустим, купить два диффузора. Также обратите внимание, здесь добавлены кнопки плюс-минус. Это тоже очень удобно для покупателя тут же добавлять товары. Происходит перерасчет в корзине и, естественно, меняется текст бесплатной доставки, если уже достигли 5000 рублей. И автоматически данная корзина меняется. Неудобно, когда нужно вводить вручную цифру и еще дополнительно нажимать на кнопку обновить корзину. Это не всегда очевидно для покупателя. Человек не понимает, добавил вроде бы товар, а корзина не обновилась. Он переходит к оформлению заказа, а ничего не поменялось. Это не очень удобно, поэтому вот такой функционал плюс-минус и автоматическое обновление тоже очень удобно для покупателя. Обязательно нужно это делать. Также давайте вернемся в каталог. Удобно для покупателя видеть, какие товары новые. Смотрите, здесь у нас есть бейдж на самой карточке товара, на картинке, что данный товар новый. Это товары, добавленные за последние 30 дней. Если вы часто добавляете новые товары, обновляете ваш каталог, то это здорово мотивирует ваших постоянных покупателей. Но даже и не постоянных. Если человек, например, заходит в магазин и видит, что что-то новое появилось на сайте, он понимает, что сайт не старый, не один раз созданный, все забыт. Здесь происходит какая-то жизнь и постоянно добавляется новое, это здорово, интересно. Смотрите, в каталоге также есть фильтры. Если у вас, например, товары из разных категорий и разных объемов, как вот здесь, например, представлены одни и те же товары, но разных объемов, то было бы здорово добавить фильтры. Смотрите, когда человек кликает, он видит разные фильтры, по которым он может найти нужный товар. Не только воспользоваться поиском, но и с помощью фильтров, определить товары по цене, по категориям, по коллекциям, в данном случае на сайте, по объему. Выбирая нужный раздел, происходит автоматическое обновление каталога, подбираются те товары, которые человек выбрал в данном случае. Соответственно, фильтры тоже уменьшаются, потому что на странице отображаются, например, сейчас только автопарфюм, и он представлен только в объеме 8 мл. Больше нет. Соответственно, больше ничего здесь не отображается лишнего, все автоматически убирается. Если мы хотим вернуться в каталог, то мы нажимаем на кнопку сброс, появляются все товары и, соответственно, все фильтры. Мы можем определить по цене, сделать выборку по категориям, по коллекциям и так далее. Это очень удобно. Дальше. Здорово, если, например, у вас товары с галереей, то есть несколько картинок, было бы здорово именно в каталоге тоже показать хотя бы еще одну картинку при наведении мышки. И здесь это тоже реализовано. Смотрите, человек наводит мышкой на картинку, и картинка меняется. Во-первых, это добавляет динамики на страницу сайта, что-то происходит интересное, и, естественно, меняется картинка. Человек может увидеть уже не одну картинку товара, а две. Если в карточке товара только одна картинка, то, соответственно, ничего не меняется. Очень здорово добавить для ваших покупателей такую возможность, как отметить товар как избранный и в дальнейшем купить его. Такой функционал тоже здесь реализован. Посмотрите, человек кликает на сердечко, например, ему нравится этот товар, и этот товар автоматически добавляется на страницу избранное. Уже после, допустим, сейчас у него нет возможности купить, или он сейчас не планирует покупать, но ему очень нравится этот товар, он не хочет его забыть, потерять. Кликает на сердечко, товар добавлен, и в дальнейшем, когда он возвращается на этот сайт, он может кликнуть на страницу избранное, вот здесь вот вверху, где у нас все иконки, и посмотреть все товары, которые он выбрал. И здесь уже подборка его личная, где он может просто сразу же добавить в корзину, посмотреть, есть ли эти товары в наличии, это может случиться так, что добавленный товар уже не существует, или его еще пока нет в наличии, тоже эта информация здесь указана. Вот, и отсюда же может его либо удалить, если уже не актуально, либо добавить в корзину и купить. Также вот эти товары у нас отображаются еще на странице личный кабинет. Когда человек что-то покупает, первый раз автоматически происходит регистрация на сайте, и у человека появляется свой личный кабинет. Человек может войти, покупатель, под своим логином и паролем личный кабинет, и здесь тоже все устроено очень удобно. Все на одной странице. Посмотрите, здесь и мои заказы, то есть здесь будут отображаться заказы, которые человек сделал в виде списка, а также список избранных, где ваш покупатель будет видеть все избранные товары, которые он добавил к себе в избранные. Отсюда он может тут же выйти, происходит персонализированное приветствие. В общем, очень удобная страница для ваших покупателей. Давайте вернемся теперь снова в каталог, посмотрим, что еще здесь есть. Помимо фильтров, которые скрыты, обратите внимание, стиль минимализм, он в этом и заключается, что мы убираем визуально со страницы все лишнее, ничего не мешает, только картинки, только визуальный контент. Человек смотрит на картинку, читает название, его все здесь устраивает, и потом он нажимает на фильтр, и появляется дополнительный контент. Очень важный вот этот момент в минималистическом стиле, да и вообще на любом сайте скрыть все лишнее. Конечно, можно было бы поставить эти фильтры вот здесь в боковую колонку, чтобы они сразу были на виду, но поскольку у нас был акцент именно на картинках, и мы следовали правилам создания вот таких брендовых сайтов, как я уже поговорила, Кристиан Диор и другие сайты бренды высокой моды, у них вот тоже все вот это лишнее скрыто. Также скрыта сортировка, по умолчанию здесь такое поле, выпадающий список, но это тоже отвлекает, да, лишние тексты какие-то, лишние, что бросается в глаза, человеку нужно читать, напрягаться и так далее. Самые главные тексты это название товаров, и в корзину все, цена, ну еще цена, конечно, да, все лишнее, оно убрано, и здесь просто иконка, такая минималистическая иконка, при клике на которую появляется уже выпадающий список, где человек может сделать сортировку. Еще скрытое у нас поле для поиска, посмотрите, здесь только иконка, тоже ничего лишнего, если человеку нужно что-то найти, он кликает на эту иконку, и появляется форма, форма для поиска. Дальше ваш покупатель вводит в поиск какой-то товар, название, либо категорию товара, и здесь появляется уже подборка найденных товаров. Дальше, давайте перейдем на страницу самого товара, когда мы кликаем на картинку, мы переходим на карточку товара, где человек может ознакомиться более подробно с товаром. Здесь тоже все максимально удобно. Посмотрите, галерея перенесена в боковую колонку, вот здесь вот с левой стороны от картинки. По умолчанию она обычно вот здесь внизу, и чтобы человеку увидеть эти картинки, ему нужно как минимум прокрутить еще немного вниз, чтобы увидеть миниатюры и посмотреть, какие еще есть картинки для этого товара. Здесь мы перенесли все это в левую сторону, и очень удобно на первом же экране человек видит, что может посмотреть другие изображения. Дальше, с правой стороны мы разместили описание деталей применения, но не в виде вкладок, которые тоже громоздко и неудобно смотрятся, они располагаются по горизонтали, а все разместили по вертикали, и опять же мы все скрыли. Смотрите, ничего лишнего, никакой информации, открыта только первая вкладка описание, и здесь самое кратенькое описание, в дальнейшем человек может уже посмотреть детали и посмотреть применение, если ему это интересно. А так это все не бросается в глаза, аккуратно, скрыто. Здесь также у нас плюс-минус для добавления товара, то есть увеличение его количества и добавление в корзину. Также обязательно кнопки поделиться, если человеку понравился этот товар, он может им поделиться вконтакте, в пинтерест разместить красивую картинку и описание, и в телеграм поделиться со своими друзьями, рассказать им об этом чудесном товаре. Теперь давайте перейдем в корзину. Когда человек добавляет какой-то товар, автоматически количество товаров отмечается вот здесь вверху, с правой стороны от иконки корзина. Если мы хотим добавить товар, мы можем это сделать со страницы каталог, либо со страницы уже конкретного товара, на который человек перешел. Нажимаем на страницу в корзину, происходит автоматическое добавление товара в корзину и выплывает с правой стороны такая вот плашка белая со списком тех товаров, которые человек добавил и ссылками, кнопками просмотр корзины и оформление заказа. Человек может сразу перейти либо в корзину, либо оформление заказа. Точно такая же плашка выплывает, если мы кликаем с правой стороны на иконку корзина. Итак, давайте перейдем на страницу просмотр корзины. Здесь ваш покупатель может регулировать список товаров, которые он добавил в корзину, либо их удалять, либо добавлять. Например, мы хотим удалить товар автопарфюм, мы добавили их два, сделаем один. Тут же происходит автоматический пересчет товаров. Дальше, например, мы хотели бы удалить совсем наполнитель, он нам не нужен. Либо мы нажимаем здесь на крестик удалить, либо уменьшаем количество с помощью кнопки минус. Когда у нас здесь 0, тоже идет пересчет, и товар автоматически удаляется. Итак, мы удалили ненужные товары. Давайте сделаем так, чтобы у нас была все-таки доставка, и уменьшим количество товара диффузора на 1, чтобы у нас было меньше 5000 рублей в корзине. Отлично! Отлично! 1920 рублей до бесплатной доставки, но мы не будем добавлять еще товар, сделаем все-таки доставку. Как только у нас не достает суммы для доставки, у нас появляются опции для доставки. Здесь удобным будет использовать именно СДЭК. Если у вас есть договор с компанией СДЭК, то это, пожалуй, лучшая компания по России по доставке. И здесь мы предлагаем возможность доставки склад-дверь или склад-склад. Дальше мы переходим в оформление заказа. Если у вас, у покупателя есть купон, то он, соответственно, может вставить купон и получить скидку. И здесь максимально уменьшаем количество полей в форме оформления заказа. Это, пожалуй, самая такая, всегда не то, что сложная, а всегда спорная часть на сайтах сделать много полей, либо мало. Но, поверьте, для ваших покупателей чем меньше полей, тем лучше. Поэтому мы оставляем только самое важное. Контактная информация. Это имя, фамилия, телефон, e-mail. Фамилия обязательно нужна, если доставка у нас через СДЭК, потому что СДЭК не примет доставку, если не будет фамилии. Телефон, чтобы для связи с вашим покупателем, и e-mail тоже для связи. Дальше адрес доставки. Все, что здесь нужно, это город, адрес и почтовый индекс. Если мы выбираем посылка склад-дверь, то, соответственно, человек должен заполнить, куда доставить. Адрес и почтовый индекс. Если мы выбираем склад-склад, то здесь ваш покупатель может выбрать пункт выдачи. И здесь, обратите внимание, уже нет индекса, а только адрес пункта выдачи. И для этого, чтобы это поле заполнилось, нам нужно выбрать этот пункт выдачи. Здесь все очень удобно. На карте отмечаются, какие есть пункты выдачи. Дальше вашему покупателю все, что нужно, это просто отметить тот пункт, где он хочет получить свою посылку. Где он хочет ее забрать. Автоматически появляется пункт выдачи. Дальше ваш посетитель может, покупатель, выбрать способ оплаты. Здесь он единственный. Робокасса. Это очень удобно. Робокасса принимает различные платежи. Например, различные способы оплаты. Это виза-карт, мастер-карт, маэстро-мир, электронные, допустим, веб-мани, вконтакте, яндекс.деньги и так далее. То есть разные-разные варианты. И плюс, что хорошо для владельца магазина, это то, что робокасса берет на себя отправку онлайн-чеков. Вам не нужно будет заботиться о том, чтобы подключать онлайн-кассу, арендовать электронную кассу и так далее. Это все очень тоже стоит, во-первых, денег, во-вторых, сложной регистрации. Робокасса берет эту работу на себя за определенный процент с каждой продажи. Дальше человек отмечает галочкой «Согласен с договором оферты», который обязательно должен быть на вашем сайте, и подтверждает заказ. Переходит на робокассу, оплачивает, и после этого автоматически формируется заказ. И что самое важное и удобное, опять же, как для вас, для владельца магазина, так и для ваших покупателей, это то, что при формировании заказа автоматически формируется еще и заказ в СДЭК. Отправляется информация в СДЭК, в ваш личный кабинет, там формируется трекинг-код, он отправляется автоматически вашему покупателю. И вам все, что нужно, это собрать заказ и пойти отправить в СДЭК данную посылку по адресу, который здесь будет указан. Все. Что здесь еще важно и здорово сделано на странице оформления заказа? Так это выделен применение купона, то есть форма для купона. Обычно она скрыта, ее не видно, не очевидно, как ее найти. Если, например, человек сразу же перешел на оформление заказа, минуя страницу просмотр корзины, то у него практически ноль шансов применить купон, даже если он у него есть, он не знает, куда поставить этот купон. Здесь мы вывели его прямо под список товаров, которые человек отдавал в корзину. Здесь он может применить купон и получить свою законную скидку, скидку на товары, на ту сумму, которую он здесь, которую он отложил в корзину. Вот, например, такая огромная скидка. Все. Дальше он подтверждает заказ и оплачивает. Что еще удобно на этом сайте? Можно, конечно, по-разному оформить товары. Дело в том, что все очень зависит от того, что у вас за товар. Я расскажу именно про этот сайт, когда мы думали про концепцию и разрабатывали ее вместе с владельцем этого бренда. То мы думали, может быть, сделать вариативные товары, что, в общем-то, логично. Потому что здесь представлен, допустим, один и тот же товар с одним и тем же ароматом в разных объемах. И было бы логично сделать, конечно же, вариативные товары, но мы все-таки пришли к тому, чтобы делать простые товары. Во-первых, их проще создавать, а во-вторых, они все представлены здесь в каталоге. Дело в том, что в этом магазине не так много товаров, всего их чуть больше 100. Поэтому это несложно занести их в этот магазин. И мы решили делать простые товары, но в каждом заголовке прописывать, что это за объем. И здесь вот в каталоге очень удобно и классно мы вывели заголовок, а на другой строчке пустили объем. И получается, что человек видит, во-первых, название товара, что это за товар, какой у него аромат и какой объем. Это очень удобно. Что еще здесь классно? Внизу, в нижней части обязательно выделяются все страницы, необходимые для ваших покупателей. Это юридические страницы обязательно, политика конфиденциальности, договор оферты и, если нужно, авторские права. Это в том случае, если, например, оригинальные названия продуктов, оригинальные, допустим, смеси этих продуктов, как в данном случае, да, здесь все авторское. Соответственно, авторские права здесь указаны. То же самое касается авторских прав вашего сайта. Например, у вас оригинальные тексты, вы пишите блог и так далее. Все тоже должно здесь быть описано в авторских правах, что копирование обязательно должно сопровождаться ссылкой на оригинальный сайт. Также здесь у нас есть форма, форма для подписки и получения купона на скидку. Сейчас я вам покажу, как это выглядит в виде поп-ап окна. Здесь очень простое, минималистическое поп-ап окно. Я сейчас уберу кэш. Дело в том, что это поп-ап окно появляется только один раз. Поэтому, когда мы переходим, например, на каталог, сейчас подгрузится страница и сайт будет считать, что я зашла сюда первый раз, поскольку я кэш удалила. И появится поп-ап окно. Поп-ап окно предлагает получить скидку 10% на первую покупку. Сюда подключен сервис Unisender. Когда человек вводит сюда e-mail, подписывается, то ему приходит письмо с промо-кодом, который он может применить во время своей первой покупки и получить ту самую скидку 10%. Эта же форма повторяется у нас внизу, только уже без указания на скидку, а просто на рассылку. Но при подписке все равно человек получает 10%. Если он по какой-то случайности закрыл поп-ап окно, не подписался, то он может это сделать внизу. Также внизу у нас идут кнопки социальных сетей, переходы на социальные сети. И обязательно раздел покупателям, где тоже подсказки удобные для вашего покупателя, информационные страницы, такие как о продукции, доставка и оплата, партнеры. Ну это больше такая информация, с кем сотрудничает данный бренд. Избранная это страница, где избранные товары данного покупателя и, конечно же, личный кабинет. В разделе каталог у нас здесь отображаются в меню самые важные разделы сайта, именно каталога, все товары, новинки, наборы, распродажи, коллекции ароматов. И информация о нас, главное, контакты и сотрудничество. Это в случае, если, допустим, человек или компания хочет сотрудничать с данным брендом и стать партнером. Здесь информация о том, как стать партнером. Сайт на компьютере смотрится идеально, но у нас больше всего сейчас людей пользуются телефонами и покупают товары с телефонов. Поэтому крайне важно, чтобы ваш сайт хорошо смотрелся на мобильных устройствах. Давайте посмотрим, как этот сайт смотрится на мобильнике. Мы сейчас сделаем имитацию мобильного устройства, и вот в таком виде тоже идеально просто смотрится. Смотрите, здесь вот есть... И что здесь самое главное? Главное, чтобы карточки товаров тоже были хорошо видны, чтобы тоже ничего не было лишнего, ничего не выпирало, не выделялось, и только то, что обязательно нужно. Давайте перейдем на главную страницу, посмотрим, как выглядит она. Важно скрывать те поля, которые нам не нужны, или которые занимают слишком много места. Что у нас самое главное на сайте? Да, это товары. В магазине это товары, поэтому доступ к ним должен быть максимально простым. На главной странице у нас занимает большое пространство слайды, но они тоже носят такой как бы рекламный характер, что ли. Здесь у нас сразу идет кнопка перейти в каталог, и чуть ниже начинаются уже товары. Все, что лишнее, мы убираем. Убираем вскрытые блоки, которые появляются при клике. Например, меню. Эта иконка называется гамбургер. Мы кликаем на эту иконку, и появляется меню. Здесь у нас скрыт поиск, скрыта страница избранная, и войти в аккаунт. На странице отображается только, соответственно, кнопка меню и только корзина. Все только для того, чтобы человеку было удобно покупать и переходить в корзину и оформление заказа. Давайте перейдем на страницу каталога. Например, просто каталог. Итак, здесь сразу же на главной странице, на первом же экране мы видим товары. Часто допускают такие ошибки, что делают шапку огромной, большой, она занимает много места. И в итоге, чтобы добраться до товаров, нужно вот прям пролистать страницу. Здесь все у нас находится наверху. Корзина, меню, логотип, важная информация о том, что есть бесплатная доставка. И все, дальше идут товары. Фильтры тоже, так же, как и на десктопе, скрыты и появляются только при клике. Ничего не мешает, ничего лишнего. Все остальное убрано. Но есть легкий доступ, простой ко всему. Просто клик, и появляется нужная информация. Клик, появляется нужная информация. Или там, не знаю, корзина. Давайте добавим что-нибудь в корзину. Соответственно, корзина сама тут появляется. Просмотр корзины. Давайте сразу же перейдем. В корзине тоже все идеально, четко и минималистично. Обязательная информация о том, сколько осталось до бесплатной доставки. Карточка товара здесь отображается, добавленная. Тут же можно добавить еще. Происходит обновление. Обязательно тут же применение купона, если необходимо. Какой у нас здесь подыток. Оформление заказа. Давайте посмотрим, как на мобильном смотрится. Тоже прекрасно. Смотрите, все убрано лишнее. Если человек уже покупал, например, то он может кликнуть на ссылочку и войти. Если не покупал он новый покупатель, то, соответственно, он заполняет поля имя, фамилия, телефон, e-mail. Все минимально. Дальше адрес доставки у нас здесь оформляется вручную. Если, допустим, доставка у нас склад, то, соответственно, нужно также выбрать пункт выдачи. Поставить купон и уже подтвердить заказ, оплатить его через робокассу. Тоже здесь все очень компактно и удобно. Давайте перейдем еще на страницу самого товара. Посмотрим, как он выглядит на странице мобильного устройства. Здесь тоже все очень лаконично. Сначала идет хлебные крошки, то есть, что в чем находится. Например, это у нас товар, название находится в категории диффузоры. И дальше главная страница. Картинка, галерея, название товара, его цена, возможность добавить в корзину, описание, детали, ну и, соответственно, применение. Кнопки поделиться, ну и дальше уже информация. Все, посмотрите, все очень компактно, понятно и доступно для вашего покупателя. На мобильном устройстве тоже смотрится все просто идеально. Вот такой вот сайт, он минималистический. Ничего лишнего, еще раз повторяюсь. Но самое главное на этом сайте, это товары. А это, собственно, то, что нужно для магазина. Акцент на товары и максимально удобное прохождение покупки, прохождение, оформление заказа. Также важно, конечно же, оформление писем, чтобы они соответствовали брендовому сайту. Это тоже делается обязательно отдельно, потому что письма по умолчанию, они стандартные, они некрасивые. Нужно обязательно обрабатывать дизайн и делать их, чтобы они соответствовали дизайну сайта. Вот такой вот удобный и классный сайт. И он может выглядеть совершенно по-другому, если разместить сюда другие картинки. Только представьте себе, например, другие картинки, например, цветные, более яркие, и сайт заиграет другим цветом. Также, что здесь можно еще поменять, чтобы разнообразить этот сайт? Ну, конечно же, контент, безусловно, будет совершенно все по-другому выглядеть, если будут другие названия. Но сюда еще можно добавить какой-то один акцентный цвет. Например, все также будет в черно-белом цвете, но какой-то один цвет акцентный. Например, будет зеленый. И кнопки будут зеленого цвета, например, плашка New может быть тоже зеленым цветом. В общем, какие-то акценты будут выделены в зеленый цвет. При наведении мышки, например, будут тоже выделяться ссылки зеленым цветом. И тогда сайт будет выглядеть тоже совершенно по-другому. Но вот этот стиль, он очень классно работает именно для брендовых товаров. Если вы хотите сделать акцент на своих товарах, если у вас классные, красивые картинки, изображения ваших товаров, то этот стиль сайта идеально подходит. Если у вас есть вопросы по созданию такого сайта, не стесняйтесь, задавайте в комментариях. Я провела опрос среди моих партнеров, как американских, так и российских. И такой дизайн, такой сайт нашел очень большой отклик. Особенно вот в Америке сказали, что такой сайт, такой дизайн очень-очень гармоничный и подходит идеально. Инфлюенсеры будут очень рады, что у товаров, которые они рекламируют, будут подобные сайты. Потому что, ну, реально он классно смотрится. Он смотрится стильно, минималистично и, ну, в общем, идеальный для продукции. И, конечно же, возникло много вопросов у людей, которые тоже создают сайты и хотели бы, может быть, сами создать такой сайт, не заказывать. Я принимаю заказы на подобные сайты, вы можете заказать. Если вы хотите создать такой сайт самостоятельно попробовать, то можно записаться на курс по созданию такого сайта, где я подробнейшим образом описываю все, что было сделано на этом сайте. Не только настройки плагинов, настройки шаблона или там настройки в e-commerce, да, создания товаров и так далее, но и коды, которые я здесь использую. Дело в том, что здесь очень много сделано доработок в виде CSS стилей, также JavaScript кода и перезаписи страниц шаблонов в e-commerce. Очень много здесь сделано такой работы, и вот эту всю работу я обязательно тоже описываю в курсе. Поэтому, если вы хотите попробовать своей силой самостоятельно сделать такой сайт по видеоурокам, вы можете записаться на курс. Как только будет готов полностью план видеоуроков этого курса, под этим видео появится ссылка на предварительную запись на курс. Следите за новостями, как только появится ссылка, кликайте на ссылку и записывайтесь на курс. Но если вы не тот человек, который хочет самостоятельно разбираться во всех тонкостях создания сайта, и хотите получить такой сайт вот прямо сейчас, и у вас уже есть продукция, вам нужно ее разместить на сайте красиво, стильно, то вы можете заказать создание сайта под ключ. Кликайте по ссылке под этим видео, связывайтесь с техподдержкой нашей компании, и мы оговорим стоимость и время создания, сроки создания такого сайта именно для вашего бренда. Конечно же, сайт будет не в точности такой же, потому что все разрабатывается индивидуально, конкретно под вашу продукцию, под вашу идею, но суть будет такая же, да, я буду все-таки наставить на том, чтобы это был сайт минималистический, потому что этот стиль уже зарекомендовал себя именно для таких вот брендовых продуктов и для представления, лучшего представления товара на сайте. Все, следите за новостями, появится ссылка, записывайте на курс, если вам интересно научиться создать такой сайт, и до новых встреч в новых видео!